Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины и это мой канал о жизни, путешествиях и эмиграции в Аргентину и не только. И сегодня я в своем очередном путешествии по Патагонии хочу рассказать вам об одном из моих самых любимых городков. Это город Сан-Мартин-де-Ла-Сандес. По названию сразу понятно, что он находится в Андах, но кроме того он также находится и на берегу озера, высокогорного озера. Лакар и именно отсюда из этого городка начинается знаменитый маршрут Семи Озер. О моем путешествии по легендарному маршруту Семи Озер будет мое следующее видео. Оно уже в продакшене, поэтому, чтобы не пропустить его, не забудьте подписаться на мой канал. А сегодня мы с вами прогуляемся по городу Сан-Мартин-де-Ла-Сандес, одному из самых красивых и самых символичных городов Аргентинской Патагонии. Главная достопримечательность этого города, наряду с его архитектурой, которой мы с вами будем любоваться все это видео, это озеро Лакар, на берегу которого и находится город Сан-Мартин-де-Ла-Сандес. Как и большинство озер Патагонии, озеро Лакар ледникового происхождения, расположенное в глубокой долине. На языке народа Мапучи Лакар означает «мертвый город». Местная легенда гласит, давным-давно в тех местах жило племя, вождь которого имел очень дурной характер, он не уважал традиции, переданные от старейшин, был жесток, кровожаден любого, кто хоть сколько-нибудь не подчинялся ему, убивал или пытал. Многие соплеменники переняли его дурной пример, и насилие и раздор, и плохие обычаи распространились по всему городу. Нгенечен, одной из главных божеств народа Мапучи, решил стереть с лица земли этот город пороков. Он послал своего сына под видом нищего просить вождя о помощи. Вождь рассердился на то, что в его владениях просит милостыню иноземец, и немедленно приказал посадить его на кол. Но к изумлению палачей Сын Божий превратился в ручей, который начал растекаться по улицам города. Вода в ручье пребывала и пребывала, а с неба послышался сильный голос. «Твои злодеяния будут твоим собственным наказанием». Вместо того, чтобы раскаяться в этих событиях, вождь еще больше разозлился, но, придя домой, обнаружил мертвым собственного сына. Шаманы просили вождя молить прощения у Нганучена и остановить наводнение, так как на город обрушился непрекращающийся ливень и предвещал затопить всю долину. Но вождь в силу своего скверного характера вывесил черный флаг, который означал просьбу еще большего дождя. И эту просьбу боги исполнили, и долину вместе с городом полностью залило водой. Так образовалось озеро Лакар. В свое время красота этого озера и окружающих его гор и лесов послужили главным мотивом основания города Сан-Мартин-де-Лос-Андес. Он был основан в 1898 году в 40 километрах от города Хунин, о котором я вам рассказывала в предыдущем видео. Этот регион был частью земель, населенных племенами Мапучи-Куруинка. И первые годы город находился на землях, оспариваемых между Чили и Аргентиной. В 1902 году английский король Эдуардо VII вынес вердикт, что граница между государствами должна проходить по самым высоким пикам, как это в свое время предложил Франциско Морено, тот самый в честь которого назван ледник Перито-Морено. Так город Сан-Мартин остался на территории Аргентины. И сегодня это одно из главных туристических мест в Патагонии. Это видео я снимала в конце апреля, то есть аргентинской осенью. И мне говорили, подожди еще немножко, через пару недель все будет еще более желтым, чем сейчас. Но через пару дней после съемок навалило много снега. И через две недели, когда я сюда вернулась, мы на маршруте Семи озер уже рассекали по сугробам. Но здесь нужно, конечно же, заметить, что в этом году зима в Аргентине наступила аномально рано. Поэтому съемки у меня хоть и осенние, но немножко красок не хватило. Ну, как бы в этом году их во всей Патагонии красок осени не хватило. И посмотрите, какое тяжелое небо. В этот день мне солнцем не повезло. Я его так и не дождалась. Но на следующий день я снимала Хунин. И кто смотрел мое предыдущее видео, там уже все видео у меня солнечное. Но я надеюсь, что все равно, даже при такой пасмурной погоде, я смогла передать вам всю красоту этого городка. Так что идемте дальше углубляться по улочкам этого красивого Патагонского города. Туризм в Сан-Мартин-де-Лос-Андес развит круглый год. Летом сюда приезжают за климатом. Когда в Буэнос-Айресе плавится асфальт от жары, Сан-Мартин радует прохладой. Вода в озере прогревается до 22 градусов и в нем можно купаться. И это время, когда цветет Патагонский лес. Кстати, следующее мое видео, которое я сейчас также монтирую с этих мест, было снято в декабре, аргентинским летом, когда здесь все цвело. Красота невероятная. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Вокруг озера много троп для любителей трекингов. От Сан-Мартин-де-Лос-Андес также начинается легендарный маршрут Семи озер. Кроме того, город привлекает туристов красотой своей архитектуры и изысканной гастрономии, рассчитанной на самых требовательных туристов. Даже сейчас, глубокой осенью, сколько много всего цветет. Природа, которая проникла в глубину этого города, ведь Сан-Мартин-де-Лос-Андес находится на территории национального парка Ланин. И этот город также является частью национального парка. За березками и рябинами в Сан-Мартин-де-Лос-Андес скучать не приходится. Особенно за березами. Они здесь повсюду. Посмотрите, какая красавица. Сан-Мартин-де-Лос-Андес зимой является идеальным местом для занятий зимними видами спорта, среди которых особенно популярны катания на лыжах и сноуборде. Недалеко от города расположена гора Чапелька, которая и привлекает любителей этих видов спорта. Город полностью адаптирован под туризм. Здесь очень хороший шоппинг. Есть пункты проката всего необходимого спортивного оборудования, как для летних, так и для зимних видов спорта. Аптеки, магазины, бары. Отели предлагают порядка 9000 мест, плюс также есть и частный сектор в аренду. Заполняемость отелей в высокий сезон и летом, и зимой 100%. Осень и весна, которые являются низким сезоном, тоже таят в себе особое очарование с множеством красок весны, когда все цветет, и краски осени, которые я застала в этот раз. Поэтому туристы сюда приезжают со всех уголков Аргентины и также из соседнего Чили в течение всего года. В Сан-Мартин-де-Лос-Андес из Бенес-Айреса можно попасть на самолете. В 20 километрах от города находится аэропорт, тот же самый, который обслуживает и соседний город Хунин. Он как раз находится аэропорт на половине пути, 20 километров до Хунина и 20 километров до Сан-Мартин-де-Лос-Андес. И также можно долететь до города Барилочи и оттуда уже добраться на автобусе до города Сан-Мартин. Но, конечно, это займет намного больше времени, но в Барилочи намного больше предложений. Кроме того, также ходят автобусы до Буэнос-Айреса. Из этой поездки я возвращалась на автобусе. Это 1600 километров, но это очень увлекательное приключение на автобусе. Я уже не первый раз из этих мест ехала на автобусе. Раньше я это делала, потому что мне это нравилось. В этот раз вынуждена была из-за нереально высоких цен на билеты, когда мне туда-обратно в авиакомпании насчитали порядка 500 долларов. Поэтому я выбрала возвращаться на автобусе. По городу Сан-Мартин очень приятно гулять. Во-первых, как я уже говорила, национальный парк Ланин, на территории которого находится этот город, он просто весь пронизывает этот город со своей природой. Кроме того, все домики такие вот очаровательные, из дерева и камня. В городе с 1970 года действует постановление, которое не разрешает строить дома выше 12 метров. Раньше разрешалось немножко больше, до 18 метров. Потом и изменили это постановление. И это помогло сохранить вот такое вот очарование, провинциальное очарование, которое так характерно для Патагонии. И всех вот этих городков, которые в основном преимущественно населены североевропейцами, немцами, австрийцами, швейцарцами. Это очень популярный у местных жителей бар Дублин. Местные старожилы именно здесь любят собираться для того, чтобы поболтать. Нельзя сказать, что здесь какая-то сверхвысокая гастрономия. Она в других ресторанах. Но это историческое место сбора местных жителей. Город Сан-Мартин-де-Лос-Андес. Это город, в котором выражены, хорошо выражены все четыре сезона года. Лето, осень, весна, зима, зима со снегом. Лето очень приятное, прохладное, но теплое, но в то же время без жары. И лето – это сухой сезон во всей Патагонии, в том числе и в городе Сан-Мартин. С декабря по февраль здесь практически нет осадков. Они как раз-таки начинаются где-то с конца марта и до ноября. Но это не значит, что здесь каждый день идет снег или дождь. Нет, абсолютно. За год здесь выпадает в среднем полторы тысячи миллиметров. Это не так уж и много. А в этом красивом историческом здании в центре города находится самая первая шоколадерия города. Мамуся – это семейная история, которая больше полувека. В 1949 году Мамуся и Татус приехали в Аргентину из Польши, спасаясь от войны. Сан-Мартин очень понравился польской семье, и его природа напоминала им родину. Мамуся любила делать сладости и особенно ягоды в шоколаде, которыми угощала друзей и соседей. То, что она делала, было настолько вкусно и востребовано, что родилась идея открыть первый шоколадный магазин в Сан-Мартине с собственной продукцией. Это произошло в 1972 году. Сегодня в этом магазине работает уже третье поколение, и их продукция продается по всей Аргентине. Это, кстати, дворик, где можно посидеть и насладиться, поедая местные шоколадки или мороженое. Ммм, а какая у них вишня в шоколаде. Будете в Сан-Мартине, обязательно попробуйте классическое Ацарти от Мамуся. Очень рекомендую. А это парковая зона перед администрацией национального парка Ланин. Посмотрите, какие араукарии здесь растут. Один из символов этого национального парка. Их ветки напоминают шкуру динозавров. Знаете почему? Да потому что эти деревья росли на планете Земля еще до динозавров, во время эпохи динозавров, и будут еще расти и миллионы лет после нас. А это еще один эндемик Патагонии. Дерево под названием Араянос. Посмотрите, какой красивый оранжевый ствол у них. Это дерево цветет вот такими мелкими, очень пушистыми цветочками. На них много-много-много тычинок и пестиков, которые создают пушистость. А в зиму это дерево уходит с сиреневыми ягодками, которые местные птицы могут есть потом в течение всей зимы, чтобы не умереть от голода. А на этой главной площади памятник великому освободителю всея Аргентина, Чили и частично Перу – Хосе Сан-Мартину, в честь которого этот город и назван. Город Сан-Мартин-де-Лос-Андес небольшой, в нем всего 4 главных улицы длиной примерно по 1,5 километра и пересекающие их перпендикулярные улицы. Все 4 главных улицы выходят к озеру Лакар. В городе проживает на постоянной основе примерно 30 тысяч человек, причем за последние 30 лет население в городе удвоилось. А это красивое здание, окруженное парком. Вот видите, с башенкой, с часами. Это здание городского муниципалитета. И сразу за зданием муниципалитета, находится место, откуда начиналась история города задолго до его основания, когда в 1880 году сюда прибыли первые миссионеры. В те времена расстояния были большими и настоящим испытанием для миссионеров в условиях отсутствия дорог и транспорта, а также суровых зим и неизвестных мест. Первые прибывшие в Патагонию миссионеры-салезианцы поселились в Хунин-де-Ло-Сандес на скромном ранчо, время от времени посещая жителей Сан-Мартино, которым тоже вскоре захотелось иметь собственную церковь. А это скромное деревянное строение, здание первой церкви в городе, открытое в 1923 году и посвященное святому Иосифу или Сан-Хосе на испанский манер. С 1980-х годов в этом здании работал театр, поэтому нынче на нем можно увидеть табличку «Театр Сан-Хосе». Еще до строительства здания первой церкви на этом месте была отслужена месса в день Сан-Хосе в 1913 году, когда в город прибыл салезианский инспектор Патагонии Луис Дель Монте. С тех пор святой Иосиф или Сан-Хосе стал святым покровителем города Сан-Мартин. Сегодня церковь прихода Сан-Хосе находится в этом красивом, светлом и современном здании. Давайте заглянем вовнутрь. Сан-Хосе Город Сан-Мартин-де-Лос-Андес в своей архитектуре имеет свой неповторимый облик, поскольку фасады зданий, их внешний вид, их высота регулируются различными муниципальными постановлениями. И во всей архитектуре города выделяется три периода. Во-первых, это дома первых поселенцев, которые здесь также сохранились. И они выделяются постройками с железными крышами, деревянными стенами. И в последующем у них появились еще кирпичные пристройки. А затем активное строительство началось при создании в 1937 году национального парка Ланин. И тогда архитектор Алехандро Бустилия использовал и рекомендовал облицовывать фасады зданий теми камнями, которые получались при строительстве дорог, когда горы взрывали, и вот получался камень. Его использовали для облицовки стен. В этот же период крыши начинают строить двускатными, плюс также стены для утепления обшивались деревом. Вот, например, как мы видим на этом здании. И третий период в архитектуре города начинается в 70-х годах, когда в город приходит интенсивный туризм, все больше и больше людей сюда прибывает как на постоянное место жительства, так и нужно было строить отели. Одним из отелей, который повлиял на архитектуру этого города, был отель Солнце. Он был огромный, он не был приспособлен для местного климата. И тогда пришлось городу вмешаться в этот вопрос. Запретили строить большие дома. Как я уже говорила, сегодня все регулируется высотой до 12 метров. Самым старым гражданским строением в городе является здание универмага, построенного в 1907 году Сальвадором Чидиак, который прибыл сюда из Ливана и основал свой бизнес. Дом был построен чилийскими плотниками, а в универмаге можно было купить все, от продуктов питания до снаряжения лошадей и тумбочек, и кровати для дома. Какой красивый деревянный сруб на фоне отрогов ант. Просто сказочная картинка. Поскольку город Сан-Мартин де Лос-Андес находится в зоне проживания индейцев Мапучи, в центральной части города есть тротуары, где разноцветной плиткой выложены их традиционные орнаменты, обычно используемые для вязаных изделий. И все это окружает школу, построенную в 1946 году. Здание школы является историческим памятником города. Это опять здание этой же школы. Вот, проезжая его на машине, посмотрите, какое оно огромное. Парки, 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 очень много зелени. Для меня город Сан-Мартин де Лос-Андес – это город парков. Когда по нему гуляешь или катаешься на машине, вот такое впечатление. Один квартал – жилой, следующий квартал – это парк. Квартал – жилой, опять парк. Вот такой вот он далекий провинциальный городок, затерявшийся в Андах. Если вам понравилось это видео, поделитесь им со своими друзьями. И не забудьте поставить лайк. Вам не сложно, мне приятно. И пишите свои комментарии. Я с удовольствием читаю все ваши комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok